Из года в год статистика не меняется. В лидерах по причине смертности населения в регионе заболевания сердечно-сосудистой системы. В первой тройке инфаркты, инсультосердечная недостаточность. В год только через областную клиническую больницу проходит полторы тысячи пациентов с инсультами. Остальные распределены по трем другим сосудистым центрам. В ОКБ везут самых тяжелых, потому что лечение здесь самое передовое. Помощь нужно оказать в идеале в так называемое терапевтическое окно первые 4,5 часа после случившегося. Важно восстановить просвет сосуда и кровоток, чтобы не было дефицита в питании мозга. Сейчас таких методов два. Это так называемые методы ревоскулиризации, то есть восстановление кровотока. В настоящий момент широко применяется и у нас в сосудистом центре, и вообще широко по области. Это системная тромбоэтическая терапия, то есть специальным препаратом, который восстанавливает системный кровоток и, грубо говоря, растворяет тромбы. Сейчас есть новый вид лечения, хирургического лечения, удаления этих тромбов. Это так называемая тромбоаспирация, то есть механическое хирургическое удаление этих тромбов. Инсульт, то есть острое нарушение кровоснабжения сосудов головного мозга, не щадит никого. Страдают от него и мужчины, и женщины всех возрастов. Лечить непросто. Делать это нужно быстро, чтобы не наступила инвалидизация пациента. В ОКБ применяют самые современные методы. Проводится хирургическая операция, это эндотрактомия, удаление вот этих бляшек, которые вызывают сужение внутренних сонных артерий. Тем самым мы предотвращаем развитие у человека инсульта. Также проводится вторичная профилактика ишемического инсульта. Это у пациентов, у которых уже был инсульт. И при проведении обследования сосудов у них выявлены стенозы, которые возникли вследствие атеросклероза. Проводя эти операции, мы профилактируем повторное развитие у пациента ишемического инсульта. Мы действительно продвинулись на достаточно хороший уровень. То есть это уровень мировых, европейских центров, американских центров. Это уровень, если брать Россию, это уровень крупных московских центров. По России не все области могут себе позволить выполнить такой высокотехнологичный вид помощи. С октября в областной больнице проводят уникальные операции тромбоаспирации. Через сосуд пациенту вводят систему микрокатетеров. Добравшись до места образования тромба, врач совершает манипуляции, благодаря которым тромб удаляет. Поскольку вмешательство происходит глубоко внутри организма, врач видит зону поражения через рентген-монитор. Такая операция длится от 30 минут до 3 часов. Участвуют в ней 6 медицинских сотрудников. На данный момент это наиболее эффективный метод лечения ишемического инсульта. Ишемический инсульт – заболевание, которое очень часто приводит к аналитизации пациента. При достаточной наработке материала, это опытных доктора-хирургов, при опытных реаниматологах, до 70% пациентов, с ишемическим инсультом, могут возвращаться к обычной своей повседневной жизни без ухода. Это очень хороший показатель, очень хороший результат. Можно провести достаточно без осложнений для больного из бедренной артерии, через практически весь организм, через аорту, к месту окклюзии среднем мозговой и переднем мозговой артерии. Стоимость такой высокотехнологичной операции более 600 тысяч рублей. Складывается она из расходных материалов. Пока операции проведено только две. Данный вид лечения подходит далеко не всем пациентам. Из тех пациентов, которые поступали к нам за последние два месяца, мы смогли отобрать всего лишь двух пациентов, которые подходят под этот вид лечения. Потому что все равно основная задача все-таки медицинских работников – это оказывать качественную медицинскую помощь и не навредить пациенту. Этот новый эксклюзивный вид лечения больница делает за свой счет. Фонд обязательного медицинского страхования затраты не компенсирует. Но медики надеются, что со следующего года операция войдет в программу госгарантий.